Что купить? Куда пойти? В чем пойти? С чем есть и чем строить? Расскажем подробно в Информбюро на ОТВ Серпухов. В пушистых елочных лапках спрятались светлячки новогодней гирлянды. Лукаво подмигивают они своему зрителю. Каждый из них – маленькая новогодняя звездочка, свет которой отражается в глянце елочных украшений. И если раньше это были классические шары, советские космонавты и разноцветные шишки, то сейчас в мир новогоднего декора ворвались нежные лепестки цветов, щедро сдобренные глиттером, веточки алой бузины, суровая нитка и даже ароматная сена. Удивительные арт-инсталляции в гостиницах, ресторанах и торговых центрах – плод безграничной фантазии дизайнеров-декораторов. Анна Костина в профессии уже 10 лет. Сентября по январь у интерьерной художницы – одно из самых горячих времен в году. С сентября месяца уже проводятся выставки новогодние, где презентуются коллекции новогодних игрушек, елок, всего остального. И те декораторы, которые занимаются этим серьезно, они начинают уже в сентябре заказывать, делать предзаказы на всю вот эту новогоднюю атрибутику. Нам удалось заманить новогоднюю фею в редакцию ОТВ, дабы поговорить о реалиях дизайнера-оформителя, а также самим обзавестись такой праздничной красотой. Так в чем же состоит самая главная миссия художника? Мы, декораторы, должны подарить ощущение праздника, чтобы было нарядно, праздничное, чтобы все блестело, чтобы было больше огоньков каких-то, чтобы все светилось. Да, не было перебора, но тем не менее, вот эта вот сказка, то есть дети понятны, но вот когда картинка вызывает ощущение сказки взрослого человека, вот это круто, это классно. Студия ОТВ одномоментно заполнилась хрустящим лапником и сверкающими елочными украшениями. Алые шары и белоснежная елка вторят интерьеру помещения. Организация фотозон в ресторанах, декорирование стоек рецепшн – обязательная программа предновогодних будни Анны, но девушка с особым трепетом относится к частным заказам. Полностью под ключ. Это частные гости, это квартира, это коттеджи, это, соответственно, я выезжаю на место, мы смотрим, что есть, я делаю кадры для себя, фотографирую. И дальше мы уже делаем предложение какое-то эскизное, либо это будет прямо четкая прорисовка 3D, либо это просто будут от руки схематические эскизы. Мы прорисовываем, оговариваем, какая у нас будет концепция, да, то есть что мы будем использовать, какие материалы. Я составляю четкую смету. На площадке Анна продумывает все до последнего фонарика, интерьер и экстерьер дома и даже фасадную подсветку. Все с учетом свежих новогодних трендов. Но главная составляющая в другом. Ну, тренды вообще, в принципе, такое понятие, оно достаточно тяжелое, да, то есть каждый год выпускают какие-то тренды, там, понтон выпускает какой-то там цвет, да, модный. Но в любом случае Новый год – это ощущение праздника. Ощущение праздника создают какие-то яркие цвета, да, ну, классика – это красный, золотой, там, серебряный. Но в любом случае должно быть ощущение праздника. Вот это, мне кажется, основной тренд, и он не имеет времени.